Актриса Татьяна Васильева заявила о плачевном положении из-за отсутствия работ. Артистка пожаловалась, что из-за пандемии коронавируса отменились спектакли и работа в кино. Васильева отметила в эфире телеканала НТВ, что расходы остались, и ей приходится тратить деньги, которые она откладывала на квартиру. Дорогие друзья, я не буду комментировать, я просто потом посмотрю, что ж на самом деле происходит в жизни Татьяны Васильевой. А сейчас продолжу. Ей 73 года, она обеспечивает себя финансово сама и помогает своим родственникам. Васильева рассказала также, что подумывает о поиске подработки. Она пояснила, что может хорошо убирать квартиры или разносить пиццу. Кому нужна домработница, обращайтесь к Татьяне Васильевой. Но, по её словам, все рабочие места заняты. Ещё и не пробьёшься, пожаловалась актриса. Кроме того, она отметила, что никак не может отказаться от косметологических процедур. И, как я уже отметила, ей 73 года. Короче, жизнь не сложилась. Бедная Татьяна Васильева. У неё ещё украли и телефон во время теста на коронавирус. У неё произошёл некий инцидент с невесткой Марией Болонкиной. В пропаже телефона она подозревает врачей и подумывает, чтобы обратиться в полицию. Вы знаете, я вот это всё читаю и думаю, господи, как же так можно? Деньги у неё есть. Она копит их на квартиру, но она их трогать не хочет. Помогает родственникам. От косметологических процедур она не может отказаться. Но она может или подумывает, чтобы пойти убирать квартиры или разносить пиццу. И это в 73 года. Какой фарс, какой пассаж. Слов нет. Давайте посмотрим, что же на самом деле происходит у Татьяны Васильевой. Если сравнивать доходы, которые были у неё ранее, может быть, до года 2018-2017, то, конечно же, за эти несколько лет Татьяна Васильева обнищала, дорогие мои. Сложно было у неё с деньгами. Поддержки особой нет. Да и судьба уже как бы заняла выжидательную позицию. С 2020 года действительно есть сложности, но эти сложности говорят о её некрасивом поведении. И, скорее всего, это не осознанная агрессия, это выброс этой агрессии, это попытка манипулировать, может быть, работодателем, может быть, другими лицами, возможно, журналистами. В крайнем случае об этом говорит её прогноз. На что хочу обратить внимание, так это на то, что 2021 год очень важен для неё. Здесь надо попытаться всё-таки сохранить своё лицо. И я бы ей порекомендовала не жаловаться на судьбу, не жаловаться на безденежье, не жаловаться на то, что она не может отказаться от косметических процедур. Некоторые масла от хлеба отказались, но это уже лирика. Как говорится, не надо нас жалеть, и мы никого не жалели. На что надо обратить внимание? Пиковой датой или пиковым месяцем у неё будет июнь, июль, август. Будет ложный этот период. Что касается периода с 10 где-то июня до середины августа, я не буду дат, наверное, называть точных, то велика вероятность возможных несчастных случаев, болезней, опасность лихорадочных состояний, пореза в рук, возможно, потеря имущества через воровство или расточительность, склонность к ссорам, дурным поступкам. Даже вот такие заявления, которые она делает в данный момент, это тоже не совсем красивый поступок. Есть же деньги, есть недвижимость. Господи, квадратные метры, которыми владеет Татьяна Васильева, грех жаловаться, правда? Это моё сугубо личное мнение, поэтому вы можете со мной не соглашаться. Вообще она ведёт себя последнее время и будет вести как холерик. Будут скандалы, будут выяснения между семьёй, по-видимому, сына у неё, там какие-то есть проблемы. Достаточно тяжёлый это будет для неё период, плохое самочувствие, депрессия, тяжёлое материальное положение, убытки, недоразумение с близкими людьми, как я сказала, возможно, даже смерть родственницы. Но больше я склонна к тому, что у неё, возможно, травма или острая некая болезнь. Я не буду уже вникать в некие подробности личного характера, поймите меня, пожалуйста. Эти потери, которые она будет нести, это будут потери, скорее всего, с покупкой недвижимости, что-то где-то будет касаться денег, потому что будут суды, но она не выиграет, потеря состояния из-за неправильного управления. Конечно же, надо остерегаться, быть внимательной. Где-то какая-то подвернётся сделка, которая... Давайте так, какая-то спекуляция не оправдается, то есть поступок будет ошибочным. Что касается этих потерь и потом болезней, то это кармические, это судьбоносные события, и их надо будет каким-то образом пережить. Вообще 2021 год очень важен тоже для Татьяны Васильевой. Это некая проработка, это некий экзамен на человечность, на гуманность, и это период, в который её окружают негативные обстоятельства. Она не может встретить моральной, энергетической поддержки у окружающих. Вот, например, она нам жалуется, что у неё денег нет, то она не может отказать себе в косметических процедурах, а мы смеёмся, мы не верим, мы её за это осуждаем. Вот так не повезло человеку с нами. Ей надо избегать публичных скандалов, и один из таких скандалов будет в марте, с конца марта до середины апреля. Пиковая дата где-то начала апреля, и таких скандалов будет много. Следующий скандал может образоваться где-то в середине мая, затем будет июль месяц, тоже середина июля. Жаловаться на деньги она может ближе к концу августа, и ещё к начало декабря. Вообще, в целом, декабрь для неё будет достаточно сложным, и даже в конце года, то есть перед Новым годом, 2022, у неё будут ситуации, когда она будет бороться за власть, за финансы, за положение на работе, какие-то могут быть политические идеи. Но я не думаю, что она пойдёт в политику, но за само существование Васильева будет бороться. Очень много у неё идёт предупреждений о возможных травмах, авариях, идёт растрата энергии, это будет так или иначе приведёт к болезни. Дорогие мои, здесь нет ничего удивительного, потому что все мы проживаем этот период, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то никак не может выбраться из этого периода. Поэтому здесь потеря моральной, этической поддержки, энергетической поддержки нет, и нет поддержки рода. Совет только один – следует избегать публичных скандалов, сурового настроя, чрезмерной требовательности по отношению к себе и окружающим. Надо пытаться сохранить достоинство, стремиться выходить из ситуации с честью, не прибегая к сомнительным средствам для достижения цели. Это время познания тёмных сторон жизни. И самым важным в этом всём будет страх заболеть, страх смерти, страх всё потерять. Наряду со всем вышесказанным хочу отметить, что 2021 год ещё будет неким временем откровений, озарений. У Татьяны Васильевой будут проявляться уникальные мыслительные способности, умение разоблачать тайны врагов. Это в лучшем случае. Ну, а в худшем – некие навязчивые, бредовые идеи, иллюзии. Она может быть забывчивой, рассеянной, инфантильной в связях. Её можно обольстить будет, легко перегруппировать и ограбить. Дорогие друзья, по большому счёту, я раскрыла то, что может случиться в 2021 году летом, то есть, каким образом Татьяна Васильева может потерять свои деньги, а то и состояние. Она давно проживает период, когда просто необходимо работать с подсознанием, которое периодически пугает, которое уводит в замешательство. Это выглядит следующим образом. Тук-тук, ты уже так долго живёшь, пора бы тебе уже собираться на небеса. Подсознание периодически пугает болезнями, смертью, крахом, тем, что её не любят, её не ценят, особенно, что касается близких людей. Это очень сложная ситуация, но разобраться, прояснить, наладить ситуацию можно на личной консультации, то есть, я могу порекомендовать ей хорошего психолога, энергопсихолога, астропсихолога, аналитика, который проанализирует и подкорректирует мыслительные процессы именно в данном сегменте жизни. Дорогие мои, это был краткий анализ по Татьяне Васильевой. Обращаю ваше внимание, что вы можете записаться ко мне на консультацию как психологу, энергопсихологу, заказать прогноз, астропрогноз на год, на пять, на десять, заказать анализ натальной карты, анализ матрицы. Помните, что владеющий информацией владеет миром и управляет своей жизнью. Желаю вам добра, благоденствия и удачи!